Особое мнение на 101FM Особое звучание есть в этой дате, разумеется, в этом году Но я думаю, что в нашем эфире мы этой дате еще посвятим одну программу Сегодня сосредоточимся, естественно, по вашему профилю непосредственно Строительная сфера, цены на жилье, снос аварийного жилья, планы по благоустройству нашего города Буквально на днях губернатор Кировской области Александр Валентинович Соколов Сказал, что действительно многое в строительной сфере изменилось в последнее время к лучшему И добавил, что в дальнейшем надо увеличивать темпы ввода жилья в регионе Застройщики готовы к этому? Ну, эти слова были приурочены к вручению грамоты от объединения строителей Российской Федерации Национальное объединение Да Александру Валентиновичу грамота досталась непосредственно и зампреду Алексею Жердзя Готовы застройщики? Значит, нам вообще-то это приятно слышать, что на нас обратили внимание И на нас возлагаются какие-то надежды от руководителей Кировской области Почему? Потому что последние несколько лет мы, скажем, были на каких-то задворках Ну, с нами там практически говорили в открытую, что надо бороться со стройщиками Что мы только вредим и мы практически не нужны ни городу, ни области Ситуация в головах руководителей региона поменялась Я надеюсь, что первые шаги и с нашей стороны, и со стороны руководства не сделаны То есть для того, чтобы найти точки соприкосновения Для того, чтобы выстроить конструктивную работу между строителями Я не говорю только со стройщиками То есть строителями и правительством области Ну и руководством города Кирова Почему? Потому что задачи перед регионом ставятся колоссально То есть это в первую очередь социальное строительство То есть федеральные деньги на это выделены И причем они скоро, наверное, уже в программу будут сворачиваться То есть такого количества социальных объектов, финансируемых из федерального бюджета Их больше не будет Ну, я так вижу ситуацию То есть будет более узкая направленность? Я думаю, что программа потихонечку будет сжиматься в финансовые потоки И дальше уже нужно будет искать деньги Может на условиях софинансирования Но нужно будет искать деньги в региональном, либо в муниципальном бюджете На каких-то условиях софинансирования Есть программы комплексного развития Где идет еще и привлечение денежных средств застройщиков Но мы понимаем, что если это денежные средства застройщиков То эта финансовая нагрузка ложится на покупателя То есть здесь такая медаль с двух сторон С одной стороны социально это хорошо С другой стороны это увеличение стоимости метра квадратных Главное не переборщить Да, тут должен быть баланс, и этот баланс пока мы его не нашли То есть мы его искали с предыдущим руководством города Он не был найден Ну, а строительство жилья Это как один из драйверов развития экономики Не только области, но и всей страны Поэтому упор на этом делается На уровне президента нашей страны Поэтому объемы вводимого жилья На контроле у федерального центра И из-за них, я так понимаю, что с нашей области спрашивают Удалось ли наладить диалог более грамотный, плотный С руководством непосредственно областного центра Новые люди появились, если не ошибаюсь Вы знаете, с областью как-то проще Может даже исторически проще почему-то выстраивать диалог Город в этом процессе пока немножко, скажем так, отстает Это мое видение ситуации Но он не закрыт Поэтому я думаю, что область будет давить на город Почему? Потому что основным местом, где у нас строится жилье Многоквартирное, многоэтажное И где оно более привлекательное Где оно расстребовано Где есть жилье, которые могут это жилье купить Это все-таки у нас областной центр Да, сейчас идет речь о создании некого мастер-плана конгломерации Это город Киров, Свободской и Чепец Где как раз цель развития, в том числе показать, где можно строить дальше Для того, чтобы эту конгломерацию развивать Но это пока вопрос не сегодняшнего дня, это перспектива Это масштабный вопрос Многозначный, многосторонний Инфраструктура нужна сопутствующая Да, то есть, во всяком случае, профильные, скажем, руководители области Этим вопросом сейчас озадачены И они его, ну, шаг за шагом пытаются реализовать Давайте по статистическим данным немножко пройдемся По данным Банка России В прошлом году в нашей области было введено в эксплуатацию Почти 600 тысяч квадратных метров жилья Это на 12% больше, чем годом ранее Какие факторы тут сыграли роль? Здесь нужно разделить Вот жилья, потому что у нас есть две категории жилья Это жилье многоквартирное То есть, индустриальное, так скажем, которое строят застройщики И это частный сектор То есть, это те дома, которые построены Хосспособом, проинвестированы самими людьми Так вот, доля частного жилья у нас растет А доля многоквартирного, она снижается То есть, динамика такая разнонаправлена Но когда мы суммируем все вместе Тогда у нас получается прирост Да, прирост Здесь очень важный фактор, я считаю, что это догазификация Почему? Потому что выявить объект Ну, такой небольшой, да, частный дом какой-то Который не поставлен на кадастровый учет И, соответственно, не введен в эксплуатацию Ну, у органов власти на этом, может быть, не всегда есть возможности А вот когда идет догазификация То там одно из условий Чтобы к тебе пришел газ Этот объект должен стоять на кадастровом учете И, соответственно, он должен быть введен И вот те объекты, которые были построены в предыдущие годы Но не были введены в эксплуатацию Они сейчас вводятся в эксплуатацию Это дает, ну, такой, на мой взгляд, очень серьезный прирост Именно к жилью, которое строится самими гражданами То есть, хозяевам пришлось выйти из тени Для того, чтобы подключиться к голубому топливу Да, это хорошо, почему? Потому что... Да, то есть, это, во-первых, дает более реальную ситуацию С обеспеченностью жильем в Кировской области То есть, по регионам, по районам А также это, ну, налоговооплагаемая база Да, то есть, люди выходят из тени Все правильно И насколько тут еще емок этот рынок Вот мне очень тяжело, но стегратификация идет Поэтому я думаю, что, скажем, этот источник, он еще не исчерпан То есть, не исключено, что через год мы снова там увидим прирост И так далее, и так далее Что касается суммы выданных ипотечных кредитов на покупку жилья То, по данным того же Банка России, у нас сразу прирост на 41% Чем в 2022 году О чем это говорит? Что такой продукт востребован жителями Кирова, Кировской области? Наверное, здесь основная, как скажем, идея Вот это государственная программа поддержки жилищного строительства Нового жилищного строительства Это семейная ипотека, и это ипотека на новостройки То есть, на сегодняшний момент это почти в 2-3 раза меньше, чем ключевая ставка ЦБ Понятно, что если у людей есть деньги на первоначальный взнос Либо, скажем, есть материнский капитал, который тоже может являться первоначальным взносом То есть, наверное, такая уникальная возможность решить свои жилищные условия Почему? Потому что таких низких ставок я не помню Вот сколько я работаю в качестве руководителя-застройщика Таких вот ставок низких неба Поэтому эта программа у нас заканчивается к середине года Это 8% на новостройки Но президент сказал, что по семейной ипотеке программа будет продолжена Ну, еще говорилось о том, что более адресная должна быть эта ипотека Чтобы не возникало таких перекосов, когда люди покупают по многу-многу-многу квартир Ну, я думаю, что и сумма, да, то есть сумма же были большие, да, то есть они как раз были нацелены, скажем, больше на центральные регионы, там, скажем, на юг, на столицы Для Кирова такие суммы они не нужны были И, конечно, вот те перекосы, которые возникли, о которых там говорит ЦБ, например, да, то есть они в большей степени характерны как раз для крупных мегаполисов и там Краснодарского края, нежели для города Кирова Ну, так или иначе, наш регион на протяжении прошлого 2023 года регулярно попадал во всевозможные рейтинги по темпам роста цен на жилье И тема высоких цен, она остается по-прежнему актуальной Какие прогнозы, может быть, вы можете дать, да? Ваши коллеги читал и слышал, говорят о том, что в Кировской области из-за повышения спроса, в том числе в конце прошлого года, подросла цена квадратного метра, так ли это, на ваш взгляд? Я бы за себя начал говорить, во-первых, да, то есть у нас вот какого-то роста цен связанного там с ажитажным спросом, у нас его не было, да, то есть наша цена, она несколько другого считается от себестоимости, да, плюс наша рентабельность, вот наша цена на выходе Поэтому какими-то такими вот рыночными механизмами здесь поднять, здесь опустить мы не пользуемся То есть я скажу еще раз, как бы, кстати, внимание, что это больше характерно все-таки для столиц и Краснодарского края То есть на Кировском рынке я такого не, ну, во всяком случае, я такого не ощущаю По своей организации точно скажу, что у нас такого нет То, что дальше будет происходить с ценой, опять же, это оценка федеральных экспертов, там, прочитанная мной на сайте РБК Все-таки цена будет стабилизироваться, будет некоторая стагнация цены Почему это будет связано в первую очередь с сложностями по ипотеке, то есть уже сточились требования к заемщикам Здесь был определенный период, когда банки требовали еще дополнительную комиссию за выдачу именно льготной ипотеки за застройщика Пока этот вопрос до конца не решен Хотя вчера от одного из зеленых банков пришло изменение, но, тем не менее, пока мы его не щутили, что называется, ручками, да, то есть пока таких фактов нет Это один момент, но и все-таки такая высокая, большая ключевая ставка, она не способствует развитию экономики, да, она, скажем, направлена в большей степени на сдерживание В том числе сдерживание экономического развития 16%, напомним, да, недавно Центральный банк оставил ее на прежнем уровне Поэтому мы ждем, что все-таки к середине года, наверное, ключевая ставка начнет снижаться, тогда, наверное, какое-то развитие дальше пойдет А вообще сейчас у покупателей жилья есть возможность выбирать между банковскими продуктами или они все примерно одинаковые? Нет, вот как раз продукты отличаются Крупнофедеральные банки как раз ввели вот эту комиссию А вот, например, наш региональный банк, которым мы давно и плотно сотрудничаем, он такой, как бы, опции не вводил, да, то есть поэтому у него оставались предыдущие условия Единственное, что требования заемщикам у него гораздо жестче, чем у федеральных банков Ну так все-таки по поводу спроса-то на жилье Спрос есть, люди и квартиры строят Это я говорю о том, что я вижу тут на сегодняшний момент То, что там рынок встал по себе, я этого не замечаю Ну я регулярно просматриваю паблики, в том числе, где люди приобрели жилье в долевую собственность, да, и они ждут, когда квадратные метры их будут построены Они регулярно интересуются, задают вопросы застройщикам, да, и застройщики стараются на них оперативно отвечать Сегодня, по-моему, пришло сообщение на нашу страничку ВКонтакте Человек пишет, что я далеко нахожусь отсюда, не вижу, как строится дом Да, то есть, скиньте, ну как это расскажите Ну мы скинули фотографии и дали ссылочку на тот ресурс, где мы ежемесячно опубликуем результаты нашей деятельности Успокоился человек Написал спасибо Спасибо, да По-прежнему у нас квартиры востребованы жителями, в том числе, других регионов, северных регионов У нас таких покупателей были единицы, поэтому не скажу Хотя, наверное, да, почему, потому что переезд из условий Крайнего Севера, он обусловлен там, ну, сложностями проживания, да, при выходе на пенсию Есть, с другой стороны, ограничения по здоровью, да, то есть, больше двух климатических поясов менять нельзя То есть, как раз наш регион оказывается такой крайней точкой, куда люди могут выезжать с Крайнего Севера без ущерба для своего здоровья Они могут уехать дальше, но это, на самом деле, может сказаться очень отрицательно А вообще портрет такого среднестатистического покупателя сейчас жилья в Кирове, кто это? Это семьи с детьми уже, это молодые люди, это люди уже в возрасте Ну, вот по разным локациям, по-разному, но там, где мы больше на сегодняшний момент продаем квартиры, это чаще всего семьи с детьми, которые, наверное, в половине случаев используют материнский капитал И какая-то часть есть собственных денежных средств И вот остаток, это речь идет о, ну, там, 10-15-20% они уже доплачивают за счет ипотеки То есть, это не те, кто вот только-только-только на скорбь на первоначальный взнос основной ипотека Вот таких как раз у нас не очень много, да, то есть, большинство людей, которые, ну, какая-то база финансовая у них уже есть Им нужно улучшить жилищные условия, либо, скажем, дети появились, появилась возможность взять материнский капитал И вот ипотека, она востребована, но не в такой глобальной, скажем, степени Хотя, если про количество ипотечных кредитов, их довольно-таки много А средний срок ипотечного кредита или вы не отслеживает эту информацию? Мы это не отслеживаем, но вот где-то так лет 5 примерно Ну, достаточно Небольшой Небольшой такой срок, да Потому что суммы, я еще раз повторю, что суммы, ну, скажем, это не вся сумма квартиры, да, то есть, это там уже, как скажем, добить хвостик Ситуация с материалами, Дмитрий Валерьевич, она изменилась как-то в последнее время, мы с вами общались в конце прошлого года, ну, неоднозначно можно было оценивать Скажем, цены в начале года, они выросли, но они выросли незначительно не так, как росли там в предыдущие годы, да, то есть, там Ну, до 5 процентов, скажем так, на некоторые виды материалов, поэтому Существенно нет Не произошло? Существенного роста нет Ага, перспективы? Я думаю, что так и останется, да, то есть, существенного роста на строительные материалы пока, наверное, не произойдет Существенного А вот такой, ну, там, в пределах инфляции, да, то есть, такой, как бы догоняющий инфляцию, то есть, это будет Может быть, группа из стройматериалов, которая больше всего беспокоит, вот, металлоконструкции Ну, вот, да, предыдущие годы это как раз был металл, а сейчас, скажем, это утеплители То есть, вот, предыдущий год, наверное, по росту То, что мы использовали, это как раз именно утеплители больше всего выросли в цене А не отечественного производства? Да, да То есть, по объемам поставок, по дефициту тут проблем нет Это были как раз сроки, то есть, нужно было заранее, как бы, подавать заявку, чтобы встать в график Потому что, ну, объемы это найти, там, скажем, куб 2, это не проблема, да, то есть, когда ты берешь уже, там, десятками или сотнями кубов То, да, это нужно на заводе изготовителей встать в очередь заранее, да, то есть, с срывами сроков таких каких-то существенных проблем не было Но рост цен происходил Я напоминаю, что мы общаемся с Дмитрием Сергеевым, членом правления Союза строителей Кировской области, генеральным директором строительной фирмы Маяковская Хотим затронуть вопрос, касающийся жизни всего города Вот на днях появилась информация о том, что в Кирове в этом году планируют снести три десятка аварийных многоквартирных домов Ну, это примерно одна и та же цифра Одинаковая цифра, она у нас ежегодна Достаточно ли такие темпы, на ваш взгляд? Нужно ли более усиленно работать в этом направлении? Вы знаете, вот в рамках своей работы в общественном, в общественном директорном фронте Мы часто сталкиваемся с проблемами как раз заброшенных домов Дома расселили, но их не снесли То есть они являются притяжением для таких маргинальных личностей То есть дети в них бегают Часто бывают пожары, как бы защититься от этого невозможно То есть там, ну, наше выступление заканчивается тем, что вносится представление Забиваются окна и через какой-то промежуток времени дальше эти окна снова там разбиты И доступ туда для этих лиц, он открыт Поэтому, да, то есть здесь нужно синхронизировать В первую очередь у нас программу по расселению ветхого аварийного жилья И вот она осуществляется за счет федеральных денежных средств А сносить расселенные дома уже должны за счет нашего кировского бюджета За счет муниципального бюджета Вот здесь, если у города есть в программе дом под расселение То нужно закладывать деньги на его снос Чтобы вот этот разрыв расселения и снос, он был минимальным Есть сложности с расселением, да, когда фактически людей нет, а они числятся И поэтому дом сносить нельзя Но вот здесь нужно тогда больше усиливать работу юридической службы города Чтобы вот эти судебные процессы не прошли Людей расселили и можно было сносить, чтобы это не затягивалось на года У нас есть такие, да, к сожалению, прецеденты, да, когда в течение многих-многих лет Эти дома стоят и ветшают и действительно представляют большую опасность Ну, мне хочется верить, что у муниципалитета пересчитаны все эти аварийные дома Я тоже в это верю Есть списки, то есть это для них не является неожиданностью, что где-то в каком-то уголке города У нас возник такой потенциально опасный объект Кстати, в телеграм-канале нашей радиостанции в настоящее время размещен опрос Как вы думаете, уважаемые слушатели и пользователи После сноса аварийных домов в Кирове, вот эти самые земельные участки Лучше всего для чего использовать? Варианты ответа парковки, спортплощадки, новое жилье, скверы, парки, торговые объекты Но на самом деле все это уместно, да Ну, по крайней мере, большинство проголосовавших у нас выбрали варианты ответа скверы и парки Ну, я бы, наверное, согласился Вы поддержите? Я сразу скажу, что парковки это путь в никуда, да То есть без развития общественного транспорта нам транспортную проблему коллапсы и отсутствие парковок не решить А вот как раз развитие рекреационных зон, зон отдыха, это одно из направлений Да, они могут быть задействованы для социальных объектов Если они рядышком находятся, то увеличить их площадь Какие-то, может быть, площадки той же поликлиники, больницы, детскому саду, школе предоставить Есть такая возможность Ну, жилищное строительство, оно, наверное, маловероятно Почему? Потому что площадь земельных участков здесь невелика Но они могут быть включены в какую-то большую территорию, которая принадлежит реновации Да, то есть и дальше они могут быть уже влечены и в том числе и в жилищное строительство Когда это не точка, а когда это какая-то там, скажем, часть квартала, либо квартал Честно говоря, я давненько не замечал в нашем городе вот этого процесса сноса Этих аварийных домов, но они есть, конечно, безусловно Как сейчас выглядят где-то места? Вы обращаете на них внимание? Что-то с ними изменяется? Сколько там... Я вспоминаю последние месяцы, годы Нам пока лишь городская власть что-то вот в качестве планов пока озвучивает А реализация есть или нет на самом деле? Ну, насколько мне известно, часть из этих освободившихся земельных участков Было использовано для того, чтобы предоставить застройщикам, которые решали проблемы обманутых дольщиков Взяли на себя какие-то социальные обязательства А так дальше в основном это просто пустырь То есть дом снесли, земельный участок остался, он зарастает просто и все То, что я вижу, может быть, я вижу не все, но вот то, что у меня попадается на глаза, вот пока такая ситуация Но так не должно быть Нет Город должен развиваться далее Какие-то оперативные решения и планы должны приниматься на этот счет Про историческое здание В целом, конечно, тема непростая, очень обширная Про одно историческое здание хочу поинтересоваться вашим мнением Большой эфир у нас был накануне с руководителем строительной компании Арса Павлом Шихалеевым Появилась у нас таки, наконец, надежда на то, что вот этот особняк Дома особняк архитектор Ивана Павловича Чарушина на пятницкой 15 будет восстановлен По словам Павла Евгеньевича, пока, правда, неизвестны конкретные параметры сотрудничества с городской администрацией То есть юридические вопросы, как там эти будут решаться Но все-таки у вас есть надежда, что мы сможем, наконец-таки, хотя бы одно такое здание восстановить Привести его в порядок за последние годы, безусловно Потому что примеры восстановления у нас нет Мне в это очень хочется верить Почему? Потому что здание на самом деле уникальное Даже скажу больше Мы вместе с ребенком делали проект по этому зданию И он у нас отображен в отчете видеоматериале, который размещен у меня на страничке в каких-то соцсетях, в таком телеграмме То есть даже детей эта проблема интересует Почему? Через ребенка, потому что, ну, как бы, скажем, устами ребенка это может быть донести проще То есть это мы делали, наверное, года два-три назад Поэтому, да, судьба этого дома меня лично беспокоит Я надеюсь, что пути решения этого вопроса будут решены В первую очередь, ну, как бы, городом, да Потому что здесь нужно предложить какой-то юридически обоснованный вариант А дальше, если Шехлеев сказал сделать, ну, я думаю, что он сделал Ну, и не в ущерб непосредственно компании, да Я думаю, что, если проявлен интерес, то, наверное, уже есть какие-то видения, как это должно дальше использоваться И дай бог, чтобы эти планы были реализованы Ну, вы, безусловно, знакомы, да, и читали, и видели эти изыскания, которые были разработаны Генназием Михайловичем Безьяраховым, да, руководителем кафедры ингредиции и архитектуры Генназием Михайловичем как раз общались, когда делали этот наш очерк То есть мы по этому вопросу встречались и разговаривали И мне эта тема, ну, как скажем, я в нее погружен Хотелось бы, да, увидеть и услышать, и узнать о конкретных решениях, причем в самое ближайшее время О решениях, которые могут быть приняты в отношении этого дома В продолжении темы, да, сейчас затронули тему развития общественного транспорта в нашем городе Тоже много говорится об этом на протяжении последних лет, в частности, о том, что у нас нужны выделенные полосы И вот появилось сообщение от главы администрации Вячеслава Симакова о том, что первые шаги в этом направлении Могут быть сделаны уже в этом году, ко дню города, к 12-му числу Что касается планов по организации одностороннего движения, естественно, всей сетью, все дороги не охватить Но вот пока планы заключаются в том, что это улица Попова от Чорса до Советской в Чистых прудах И на Октябрьском проспекте два участка от Профсоюзной до Северного кольца И от Комсомольской до улицы Красноармейской Как вы это оцениваете, эти планы? Ну, я небольшой эксперт в области организации дорожного движения В общем и целом, да, городскую застройку Это тенденция, которую мы видим в столицах и которая, на мой взгляд, эффективна и помогает решить там транспортные проблемы Поэтому почему бы ее не ретрансфилировать на наш город? Единственное, чтобы это должно со стороны специалистов быть все просчитано и не приводило к каким-то локальным заторам Почему? Потому что весь город сразу сделать невозможно, да, то есть охватить А вот выделяя, скажем, эти полосы на отдельных участках, чтобы вот предыдущие к этому участке, они не пострадали Вот я думаю, что специалисты есть для этого в городе Кирове Либо специалисты там в профильных каких-то организациях, их нужно привлекать для этого И маленькими шагами мы можем усилить эту дорогу Ну и к тому же мы знаем, что эта информация неоднократно ранее озвучивалась Для того, чтобы попасть в федеральную программу развития общественного транспорта Нам эти выделенные полосы нужны Да Да, это одно из условий, если я не ошибаюсь Но хотя в реальности представить Мы и как пешеходы выступаем, и как автомобилисты То есть и с той, и с другой стороны видим, как у нас движение уличное организовано Меня очень беспокоит этот вопрос, а когда общественный транспорт будет обратно в обычную полосу перестраиваться Вот не возникнет коллапса, да Пока выделено, как это длится, пока еще ничего Ну и как раз-таки вопросы контроля, а кто будет выезжать, кроме общественного транспорта Ну и чтобы эти дорогие полосы прибирались, иначе он опять же в общую полосу уйдет Да, тот же Октябрьский проспект, как выглядит в холодное время года И насколько качественно или некачественно он расчищается, мы знаем, прекрасно видим Так, у нас подошло время небольшой рекламной паузы Она продлится буквально минуту, и мы вернемся и продолжим нашу беседу Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Сергеевым Членом правления Союза строителей Кировской области Гендиректором строительной фирмы Маяковская, членом регионального штаба общероссийского народного фронта Интересный момент сейчас, да, мне вспомнился в перерыве Давно вижу и читаю эту информацию о том, что в новых правилах застройки Фигуре, это очень любопытный момент Строители в том числе должны предусматривать места для зарядки электромобилей Да, вы сказали, что это уже все действующая норма Да, это действующая норма На новые объекты, которые сейчас проектируются, она распространяется И, соответственно, через какой-то промежуток времени мы увидим в этих домах Розетку для зарядки электромобиля Вопрос к застройщикам реализуют? Розетку проведут Розетку мы проведем, да, вопрос как это дальше будет эксплуатироваться И за счет кого, да, то есть Если это в проекте, то это, соответственно, общедалевое имущество Да, если она дальше сломалась, то, соответственно, все должны сброситься И начнется такой вопрос А у меня нет электромобиля, зачем я буду ремонтировать за мой счет эту розетку Это один момент Второй момент, а как будет оплачиваться ресурс, который будут потреблять электромобили Да, то есть должен стоять какой-то счетчик, как-то должны выставляться эмоции Либо мы это делим просто на всех как общедалевые затраты Либо это какой-то автомат должен быть, да Зарядил, сразу оплатил Да, то есть, опять же, если это автомат, то кто-то должен этим заниматься Потому что для управляющей компании, ну, это какой-то несвойственный вид деятельности Продажа ресурса Поэтому, на мой взгляд, должна быть какая-то компания Которая бы предоставляла, может быть, им это оборудование И она бы занималась продажей этого ресурса И, соответственно, техническим поддержанием данной техники То есть, ну, вот пока на сегодняшний момент норму ввели А как она дальше будет реализована, у меня вопрос есть А в Кирове где может появиться впервые такое место? Или сейчас трудно? Нет, трудно сказать, но я знаю точно, как бы, что есть дома уже, которые имеют такую розетку У нас сейчас строится дом, есть желание у дольщиков, чтобы на парковке, на подземной парковке была розетка А мы сейчас это реализуем Хорошо, дальше идем по темам Тема вам очень близкая, знакомая, потому что вы этой территорией занимались и продолжаете заниматься на протяжении уже долгого времени Я имею в виду парк у учреждения, как мы привыкли его называть, Дворец пионеров, Дворец творчества Мемориал Ребята из движения первых в январе представили дизайн-проект этой территории Территория огромная, 20 гектаров, насколько я помню Вы видели этот дизайн-проект? Как вы его оцениваете? Возможно, чего-то не хватает? Все-таки там большие такие пространства Давайте немножко предысторию Лет, наверное, 10 назад Также был разработан дизайн-проект данной территории Тогда, скажем, группа инициативных людей, в которую я входил Мы провели конкурс, причем он даже был международным То есть участвовали у нас разработчики из сопредельных государств Из Прибалтики, я точно помню, что были, еще где-то куда-то были После этого было, скажем, обобщение, публичное обсуждение И был презентован правительству области итоговый наш, скажем, материал Который предусматривал наличие различных функциональных зон Для разных категорий пользователей парка Тогда мы проводили анкетирование Там было, по-моему, по 2000 анкет Кто пользуется парком Мы выявляли разные пользователи парка Которых мы хотели увязать между собой Причем, чтобы они не конфликтовали Потому что есть разные категории, которые в априори могут возникнуть конфликты То есть собаководы и мамы с детьми, например, с маленькими Ну, в общем, в итоге-то получилась мысль такая, что нужно угодить всем Да, у нас был проект, который мы презентовали И, в принципе, он мне нравится больше, чем сегодняшний Почему? Потому что, ну, во-первых, такой глубокой проработки не было В силу сжатости сроков Во-вторых, сделан был упор только как раз на молодое поколение А остальные пользователи парка, мне кажется, скажем, они здесь ущемлены При обсуждении новой концепции я участвовал Я даже был модератором, когда ее презентовали И когда были ряд, скажем, замечаний от людей, которые пришли на это публичное обсуждение Ну, скажем так, да, этот проект имеет место быть реализованным В дальнейшем, я думаю, что при его эксплуатации возникнут те вопросы Которые мы не решили на стадии как раз этого публичного обсуждения На стадии дизайн-проекта Например? Мы их увидим Ну, как раз вот те группы, которые не были, скажем, мнения, чьи мнения или чье присутствие в парке не было учтено Они все равно в парк будут ходить, и это вызовет какой-то конфликт интересов То есть будут, наверное, жалобы, будут публикации в соцсетях, что вот здесь нам неудобно Здесь мы с кем-то как бы пересекаемся, и какие-то вопросы возникают А кто это могут быть? Маломобильные люди? Ну, например, я думаю, что не в полной мере учтены спортсмены Не в полной мере учтены запросы близлежащих школ, где они проводили занятия для детей по спорту, то есть по лыжне Те же собаководы, они вообще никак здесь не участвовали, да, то есть вот эти категории, они все равно присутствуют в парке Мы от них никуда, скажем так, от них не избавимся, да, то есть и они будут свою территорию, ну, скажем так, отвоевывать, да Лишь бы это не пришло, не вылилось в какие-то явные конфликты Да, но, скажем, если где-то собака покусала кого-то, ну, это все равно будет неприятность в лучшем случае, да, то есть в худшем случае какие-то более серьезные последствия, но вот дай бог, чтобы этого не избежать Ну, по поводу собак, у нас эта территория, она, насколько помню, не относится в официальный перечень, да, где должна быть организована площадка Да, в том-то и дело, что это территория учебного заведения, на которое нельзя делать место для выгула собак организовано Но в голове прикинуть, что пусть эти собаки гуляют здесь, пусть она, как бы, эта территория остается, может быть, когда-то потом найдется правовой механизм, чтобы здесь ее оборудовать Но мы точно знаем, что они находятся здесь, они там не мешают пенсионерам прогуливаться спокойно, там, не мешают, там, тем же родителям с детьми То есть, ну, вот эти, как бы, вопросы, на мой взгляд, остались нерешенными Ну, надо понимать, что проекты есть, дизайн-проект есть, ладно, сделан, все Есть замечания, то есть, это дизайн-проект, дальше идет стадия проектирования, при проектировании могут быть какие-то вещи еще доработанные и с учетом вот как раз переданных замечаний Ну, там конкретники, конкретики-то и конкретных сроков реализации, насколько я помню, еще нету, да, вот так называемая дорожная карта То есть, насколько мне известно, проектная документация пока не разрабатывается Во что это, да, действительно выльется и насколько реализуемы эти планы в ближайшие годы, пока, да, еще, к сожалению, неизвестно Вкратце спрошу про озеленение вас в общих чертах, да, в городе, насколько нужны новые формы озеленения Вот как отдел зеленого строительства нам сообщил недавно, что в этом году к юбилею города будут реализованы в том числе и остановки, разные вот цветочные комплексы Даже большой резонанс, я посмотрел в интернете, вызвал проект остановки, где клумбы прямо на крыше Ну, современно, естественно Я думаю, что надо попробовать, может быть, и получится в нашей климатической зоне, да, то есть, единственное, чтобы это было, ну, не так дорого в обслуживании, да, то есть, сделать ее, как бы, проблем нет Единственное, будет ли она работать по своему функционалу, да, то есть, будет ли там, на самом деле, зелень, либо она просто выгорит, либо ее выдует, либо ее смоет, да, то есть, ну, надо пробовать А то, что озеленение города, оно необходимо, да, то есть, почему? Потому что те зеленые насаждения, которые есть в городе, они где-то уже пришли в аварийность То есть, вот, в первую очередь, наверное, нужно сделать работу, как раз убрать аварийные, которые представляют опасность для жителей города То есть, помним, у нас, ну, как бы, массово засаживался город тополями, у которых срок, ну, как бы, службы Ну, полвека, да, чуть больше И даже, наверное, чуть поменьше будет, потому что они сейчас уже, ну, довольно-таки большие деревья с полостями внутри ствола и при сильном ветре, да, то есть, нередко бывает случай, когда они падут Вот эту работу нужно провести и, скажем так, ее заменить на новое зеленое насаждение, то есть, не утратить то, что есть А, кстати, к новым микрорайонам какие правила сейчас озеленения применяются? Вот застройщик возводит дом, он должен предусматривать? Да, то есть, на территории должна быть определенная площадь озеленения, но вот это вопрос, наверное, не каждому дому надо делать отдельную клумбу А в рамках квартала, либо микрорайона предусматривать какие-то рекреационные зоны, то есть, скверы, парки Они будут как раз местом притяжения, и люди из дома вышли и сходили в какое-то централизованное место, где у них есть большая территория Они сели на лавочке рядом там Под единственной кустик Да, 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 то есть, ну, на мой взгляд, это все-таки должно развиваться вот так А, кстати, насколько строители сейчас вправе затрагивать зеленые зоны, там, какие-то лесные массивы, которые в непосредственной близости находятся? Закон позволяет облагораживать эти места? Мы начнем с того, что застройщик должен строить Зацепил вопрос озеленения Только в рамках своего земельного участка, то есть, выходить за пределы земельного участка он не имеет права Если есть, например, какие-то обязательства в рамках комплексного развития территории, то может быть предусмотрена обязанность у застройщика, например, создать, либо восстановить какую-то рекреационную зону, парк, сквер То есть, это может быть, но это не в рамках строительства какого-то конкретного дома, то есть, это в рамках, может быть, развития территории А дальнейшее поддержание в надлежащем виде этой территории, это тоже все? Ну, в любом случае, если это, чей это земельный участок, то есть, если это муниципальный земельный участок, то, соответственно, муниципалитет Я смотрю на время и уже, к сожалению, завершается время нашей беседы Я благодарю нашего гостя Дмитрия Сергеев, член правления Союза строителей Кировской области, гендиректор строительной фирмы Маяковская и член регионального штаба общероссийского народного фронта Без 20 уже чуть больше часа на часах, нам пора прощаться, спасибо большое Спасибо, все доброе Особое мнение на 101FM